что там предполагаю послание галатам сегодня было два послания галатам ну два раза 4 думаю вторая часть Продолжение следует... 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 Оказание посещений больных в медицинских учреждениях, а также в домах, все это у нас посещают, целый десант у нас был по посещению, ну и вообще в течение года всегда на контроле все болящие. Приобретаются необходимые средства ухода, гигиены. Производится у нас ежегодный субботник на территории храма, собираются у нас, к сожалению, все время собираются одни и те же, но все-таки субботник проходит дружно, в течение буквально двух часов. Вот Сергей Павлович ни разу не пропустил ни одного субботника. Сестры у нас занимаются и брат Михаил обслуживанием территории, то есть это и прополка, и подметание территории, посадка клумб, прополка, полив и так далее. А также тоже силами сестер у нас собираются средства на оплату коммунальных услуг, оплачиваются, все оплачено, долгов нет, слава Богу. В течение указанного периода было произведено два вскрытия ящичка для пожертвований, которые у нас находятся в храме, в присутствии свидетелей, запротоколировано, составлены два акта, вот они с подписями. И, согласно актам вскрытия в ящичках, было обнаружено 13 700 рублей и 3850 рублей при втором вскрытии, что в сумме составило 17 550 вскрытия. Ну, я не знаю, как другое слово, я думала-думала, пересчет или как, такое анатомическое понятие, вскрыли. Кроме того, у нас еще вот коробочка для милостыни, где за четный период было собрано 811 рублей. Таким образом, общая сумма составила 18 361 рубль. Большая часть из этих денег была потрачена на благотворительность и хозяйственные нужды. На хозяйственные нужды этого, там, лампочку, ремонтировали пылесос, какие-то вот такие мелкие вещи покупали, там, туалетная бумага, салфетки, полотенца бумажные и так далее. Таким образом, так вот, чеки. Остаток средств на данный момент в копилке 9 788 рублей. На хознужды было потрачено 3 600. И на благотворительность, помогли ей семье. Таким образом, остаток средств 9 780. Также у нас имеется копилка для болящих. Траты в течение года на всех сумме болящих составили 10 303 рубля. Остаток средств 19 697 рублей. Мы выражаем искреннюю благодарность нашим дорогим сестрам и братьям за их непрерывную самопережную работу. Особенно хотим выделить тех, кто всегда готов собраться вместе и оказать помощь в выполнении совместных задач. Также особую признательность выражаем Любовь Николаевне и Владимиру Александровичу, и Михаилу Петровичу. Мы сами понимаем, что они здесь трудятся больше всех по территории, по печке, по... Ну вообще все поручения, их просто перечислить невозможно, они ежедневные. И эти три человека практически делают 90% всего, что по поддержанию двух наших домов и территории. Территория большая. Благодарим. Спаси Христос за ваши неутомимые усилия в создании наилучших условий, чтобы мы здесь собирались и общались. У меня все. Ну и в воскресную школу ведется. Сестра, есть слово ревизия, ревизионная комиссия. Ты сейчас отчиталась как ревизионная комиссия. Так ревизия, ревизовали ящик? Ревиз... Ну и сзади. Сокрытие. Сокрытие. Да, далее. Следующий. Казначей. Все-таки утром на три места. На два. Почему? У нас мелким получат. Ну, Казначей сдает только отчетность. Отчетность сдается своевременно, штрафов, пеней нету. Ну, вы. Вот так. Краткость. Что-то, да. Дальше что у нас там? Секретарь читала все уже? Краткость. Секретарь ланта. Отчитывается у нас? Ланта. Значит так, у нас что-то дальше. На должность старшей сестры нареканий никаких нет. Оставить. Да, оставить, конечно. Когда она еще полная сил и энергии работать на благо общины и воина Господа. Вот, поэтому я и секретарь так же и Казначей. Предлагаю всех оставить на своих местах. Да, да. Согласна. Согласна. Кто за... Против есть, кто нет? Против никого нет. Все единогласны. Дальше. Отчет наблюдателей. Я старший исполнитель наблюдателей. Еще у нас четыре человека. Исполнители наблюдателей. Бауэр, Добунов. Полюбов. У нас полюбов. Тручина Петеримова Лариса и Александра Михайловна. Ну, выбыл, что я могу сделать. Нарекания у нас только одно. Всегда кто-то разговаривает в храме, случайно или что-то. Сестры любят переговариваться, дети подходят, разговаривают. Ничего с этим не сделать, и, видать, все это уйдет туда, ко Господу. Поэтому еще раз всех предупреждаю, не разговаривайте в храме, кому не положено. И сегодня тоже сестры уже переговариваются, что-то там не так, что-то не это, непонятно. Ну, то есть вот так, юбки, бороды на месте у братьев. Вот вчера приходил новенький брат, и, ну, брат не брат, но тот, кто желает быть братом. И у него не было пояска. Сразу нашли поясок, одели поясок, то есть все, зашел в храм. Иногда приходят новенькие к нам, ну, люди или старенькие, не поймешь, знают, что длинные платья должны быть у сестер. Ну, а они в коробке. Ну, что, бывает такое, пропускаем, советуемся. Есть запасные юбки. Есть запасные юбки, да, но это бывает прям, ну, внезапно, там, посредине и так далее. То есть никто этим не занимается. А после просто рассказывают. Ну, это тоже редко бывает. Записываются люди здесь в журнал. У нас вот вчера были, вчера новенькие были, записали его. Звать его Роман, он сам с Барнаула, 39 лет. Люди желают идти ко Христу, увидеть дисциплину. Они даже не знают слово дисциплина, не могут выговорить даже его. Потому что это только армия дает дисциплину. Ну, сами знаете где. Когда очень суровые условия. У нас воинствующая церковь. У нас с нами ведет войну сатана. А за нас Христос. И кто победит, попробуйте. Но нужно исполнять все, что он сказал нам. Это заповеди и вот дисциплина. 16 пунктов. Не забывайте, еще 10 дополнительных у нас постарались братья. Поэтому, кто забыл, подойдите, прочитайте. У батюшки, когда мы были там в Потеряевке, там есть люди, приходят, они платки с надписями и так далее. Не знаю, там ведется борьба или нет с ними. У нас нету ни надписи ни у кого, посмотрите. Так что, вот так. Какой надпись? На платках. На платках там бывают надписи, еще что-то такое. Никогда не видел. Ну да, а я-то как исполнитель наблюдатель здешний. Я стою, присматриваюсь. Какие надписи? Санкт-Петербург. Ну, какие-нибудь такие есть, да. Ну, а Санкт-Петербург, что плохая надпись? Нет, ну у нас без надписи написано, что никаких надписей и таких рисунков. Чтобы там человеки были или там какие-то львы. Все это убрали, видите. Сестры у нас все благочестиво. Иногда сестры забывают о своих юбках. Ну, что 10 сантиметров от пола. Это бывает. Ну, мы в индивидуальном порядке трудимся. То есть не выносим так, что о, там. Ну, бывает такое, что она раз вот так поправила, и уже нормально. То есть не забывайте вот такие движения делать поправительные. И тогда все. Никто вам не скажет ничего. У нас есть палочка-измеритель на 9 сантиметров. Ну, 10 без одного, понятно, да? Чтобы все было хорошо. Ну, а так вот, мне очень нравится, что наша молодежь, они хоть к нам не выходят из детской, хотя уже взрослые могли бы выйти, познакомиться хоть с нами, но в храме не разговаривают, да? Вот так вот, как-то воспитание такое. Это очень-очень даже удивительно. С молоком матери впиталось. Да, как бы с молоком матери впитали, действительно. А пожилых никак не переучивали. А пожилые, это, ну, это партийные организации, те, которые были, помните, в те времена, это, ну, поговорили. И в месте исхождения. Все? Ну, черт. Все, брать, вот так вот. Не можешь исхождение. Ну, где-то кто-то, что-то, дети закричали. Христа дети окружали, когда, что, там молчаливые дети были. Да какие дети, они везде дети, хоть еврейские, хоть русские, хоть негодяцы. Так он наоборот говорит, что дети хорошо себя ведут. Я про детей ничего не говорил, поэтому... Ну, вот ребенок там закричал, мать стала, что-то успокаивать его, там, шепчет ему на ухо. Ну, что это, разговор, что ли? Разговор, когда болтают, о чем-то начинают болтать, там, о, это... Не нужно. А то у нас, друзья, подхожу, я спрашиваю, у кого? Мне руками машут. Я что, выходить, мне сказать, надо в коридор выходить, что ли? А то. Ага. Я спрашиваю, ты скажи мне, что-то, как это? А она руками машет меня. А вы до службы спрашиваете, батюшка, или позже? Батюшка, с маленькими детьми вы сами разберетесь, мы про маленькие даже разговор не видим. Да нет, я не с маленькими, с большими говорю. Большие, чтобы они разговаривают. Не, батюшка, я здесь не буду вхаживать. Ну, как большие, там, уже лет пять. Разговор, что идет не о том, чтобы голос, чтобы не было слышно, а чтобы о пустом, там, не болтали, что, где, что, это. Как было однажды такое, на меня там служило в Тобольске, ну, и поднялись, там, церковный совет был, и архиерею там жалобу, и комиссия. Пришли там, благочинный пришел, приехал, что, значит, это. И он не сказал мне, а все записал, тайно магнитофон записал. И владыке отдал эту запись. Что со мной, с меня спрашивал там, что я отвечал, как это. Ну, и владыка-то прослушивает дальше-то. А у них было на этом кассете было записано прежнее что-то. Было там записано. Когда кончилось, ну, а у меня там ничего нет. Я все отвечал, как есть, что есть, и ничего не скрывал, скрывать-то, как там, не скроешь. Отвечал так, только прослушал. А дальше начинается. Идет церковная пасхальная служба. Батюшка вот заходит. Ты был вчера на рынке-то, эти, резина по сколько стоит? Колеса. На колеса там наши. Дальше он сказал, другой, да, был там, а какой тебе надо там, какой диски, какие там тебе надо. Какой радио сделать. Ага, во время службы. И то, что было про меня-то там, говорит, это осталось за бортом. Владыка потом как встал, за эти колеса их, за что они там, во время службы-то, разговаривали. Накатил, накатил. Ну да. Ну да. Поэтому здесь, ну сказали там слово, что там пригрозил, там издалека пальцем погрозил, там все, и все, что-то не выноси так. Я даже этого не делаю, я не грожу, нет. Да. Нельзя так. Ну вот, ну что, наблюдатели у нас, что Дыбунов, Полегуев, Яковлев, Гончарук, Петеримов. Отставить. Да, конечно. Все хочу. Полегуев Николай, он редко, наверное, у него надежда сильно больная, 101, наверное, нельзя оставлять ее дома, так? Ну да, да. Ну что сделаешь теперь, будем молиться. Ну вот тогда предлагаю также всех исполнительных наблюдателей оставить прежним. Так? Согласны все? Против никого нет? Нет. Церковно-приходской совет вернемся. Церковно-приходской совет у нас. Бауэр, Дыбунов, Полегуев, Яковлев. Четверо. Конечно. Мы за год-то, у нас не было, чтобы мы собирали церковный совет. Церковный совет как-то все было. Не было. Значит, все идет. А? Значит, все идет гладко, хорошо работано. Ну старший в церковном совете, наверное, Севастьян? Конечно. Что скажешь? Вы старший, батюшка. Вы старший. Вы же уже сказали, что вообще ни разу не собирались, поэтому что-то. Говорит не очень. Не собирается. Не было просто случая, не было. Повода не было к этому собрать. Как-то на собрании еще решили, таких серьезных не было у нас ничего. Поэтому церковный совет, вначале что-то случилось, церковный совет раздавал. А потом уже на приходское собрание выставляется. Что-то не могли разрешить этот вопрос только тогда. Поэтому так вот. Ну и церковный совет в прежнем составе тоже прилагаю оставить. Согласны все? Аминь. Аминь. Согласны. Так, что еще здесь? Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия. Торговли в храме у нас нет, но по уставу положено, чтобы эта комиссия была избрана. Члены ревизионной комиссии Гладычук, Петеримова, Петеробот и Фросиния. Ну старшая у нас кто здесь? Наверное, не знаю. Самая старшая, Петеримова. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия отчитывается. Наверное, Лариса. Очитывается. Нет. А, есть еще отчитывается? Нет. Нет, ничего нет. Ну и все тогда. Ни в дуе не вытащи. Оставляем. Оставляем, да. Ну и все. Что здесь еще в том? Может, старости слово дать, что сказать? Давай, только не слишком это. Все нет. Кратко, конкретно. Говори. Я бы не присутбираю. Говори. Ну я кратко сказал, будет больше. Я когда поцел зарезил, то... Да нет, зачем? Говори. Меня ухорачивать не надо. Я много говорю, но знаю, что сказать. Вот, разговаривает. Замещание делает Игорь Владимирович. И вот он уже сколько раз говорит, и даже он говорит, да бесполезно. Если уж такая скала подвигалась бесполезно, это значит, это далеко у нас зашло. Вот вам докопались, покажут один, и все, замолкло. Второе, батюшка говорит, я желаю поговорить или что-то сказать. А они поступают на 100% правильно. Там не написано, где, а женщины, когда домой придет, божественная спрашивает. Только дома. И поэтому этих людей наших обсуждать не надо. Они поступают абсолютно правильно. Ну и как старосты скажу, что все у нас есть, по милости Божией. К слову сказать, приехал в Россию, в Федерацию, американский шериф. Это звание полковника, Кеннел. И спрашивает, раскрываемость какая? Убийство. Он говорит, нулевая. Как так? А нет, у нас 100% все выполнили. Российские ответили и сказали, есть опыт, который взять. Если у нас вот так говорят, нет еще, это тоже надо только радоваться. Как? А надо заранее знать, предвидеть что-то. Я, если батюшка ничего не будет говорить, я скажу по одному делу. О, разрешите. Вот здесь написано, погорелься. Прямо по этой теме сказать, батюшка, разреши. Значит, дело обстоит так. Апостол Петр пишет, перечисляет, качество человеческое, без чего туда не войдешь. И говорит, добродетель, запятая, в добродетели покажите рассудительность. И все встало на место. Это не просто так. Вот в Кейском православии у нас там написано о милостыне. Ну, человек не будет просить, если не нуждается. Нет, он и просит. Так, а что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Сделать те, что мы не можем делать. Да и не позволят нам. Люди брали иконы, медведя, тренировали. И ходили, деньги собирали. Решение. Отобрать иконы, отодрать их как следует и выселить из города. То есть знали, как делать. А то не знают, что зомок с цицилистами делать. Знают, что. Не только кастрировать, а отрезать полностью половой орган. Запечатлеть до кости, что он такой-то есть. В шахты катать там к началке, но до поворота. А с поворота другой, который воздух видит. Это законы истюниана, которые входили в киневу правил. То есть у нас другие законы. Скажут, жестокий век, жестокие меры. Но преступности такой-то не было. Вот о пожаре конкретно. Добродетельная и рассудительность. Человек просит милостыню. А церковь запретила. И прямо. Пока у человека нет грамоты мирной называется. Мирной, не ставленной. Не подавать. А эту грамоту дают за подпись епископа. Когда говорили эти правила, социальной защиты не было. Пенсии не было. Что накопил, тебе оживи. Вот в чем суть-то. Надо понять, в чем дело. И у нас не просят. Никого нет. Мы узнаем нужду, какую мы голодом не оставим. Привезли, знаете, здесь земля, что нам дала. Мы стараемся все поскорее. Чтобы у Львы было хорошо. Итак, добродетельная и рассудительность. Причины пожара какие? Мы получаем это здание. Оно не для жилья было. Освод. Спасение на водах. И вот здесь это все сыграл Баварин Владимир Николаевич. Проверить электричество. Я говорю, здесь хорошо, говорит Алексей. Нет. Провод тоже изнашивается. Он Алексей скажет. Да? И тогда что? За нож делать. Вот в чем дело-то как. От электричества. В один день загорелся мой дом. Никитина 147. Два дома между нами. Большие, которые... Ну, где Покровский собор-то. И в этот же день загорелся. В эту же ночь загорелась. Дмитрийском монастыре. И там сгорело сколько и у нас. Какая причина? А причина очень простая. Везде пишут электричество. Я знаю с ними, когда добивался, чтобы заплатили. Ну, там же было все по страховке. Пьяная женщина. Она высыпала около дома. И все загорелось. Нет, около дома. Что сделали здесь в монастыре? Монашки повесили сушить над плитой. Что они там сушили? Нижняя, верхняя. Все загорелось. Задохнулись. И пожар теперь тушить надо. Значит, с электричеством. На него все списывают. Ну, надо смотреть. Я очень прошу на этом пункте заставить. Уходите из дома. Выдерните. Не надейтесь на эти выключатели, которые на комфортке стоят. Выдерните. У нас в деревне пострадали некоторые. Деревня, которая вот сейчас есть. Один пчел держал. Все сделал. Все сделал по норме. А она дальше. Другое. Тепло. Пчелы вылезли. Она перестала работать. Все. Пасеки нету. Уходишь из дома. Это совсем нетрудно. Выдерни. Кто против, чтобы выдержать из-за розетки? Поверьте, я свободен буду. Я вам просто настаивал. Я встречался неоднократно. Дальше. Если у вас отопление какое-то, не выбрасывайте. Горящее. Я сказал, не выбрасывайте. Он взял ведро, взял и крысо поставил. А крысо доски сороковка. И ведро полностью прожгло и провалилось. Но оно вот так на комусе, на комусе повисло. А зачем он взял? Комаров выгонял. А получалось самому уходить. Потеряю, как я говорил, нормы, сено, которое есть не меньше 30 метров. А здесь так прямо к дому. А с той стороны не мочит, где дом-то. Не мочит, но жарит. Я говорю, что мне пришлось быть свидетелем этих пожаров. И причина заключается, говорит, человеческий фактор. В одну ночь, это кажется 18-го, в августе было, это 2001-й год, маленько пораньше, могу-то не точно сказать, в Алтайском крае около 280 пожаров возникло. Это что, человеческий фактор? Специально. Лес-то не дает, а подожгли. Вот сгорели верхушки, не растет теперь. Убирать. А убирать они продают дешево, а это сделали те, кому надо. А теперь они продают дешево по такой цене, что ты без еды останешься. То есть люди приучились так. Я приезжаю к сестре, а у нее пятилитровые банки, стоит полное. Я говорю, а зачем это? Ну, да тут такая обстановка. Какая? Ну, вот видите, здесь дом построен. А тут жили старик со старушкой. Им сказали, эта территория большая, к нам уже не раз туда набедывались. Ну, видя, сколько народу проще отступились. Прямо приходили место занять. Сожгли, они сгорели. А теперь построили. Люди бога-то не верят. Они как придумали сейчас в городе квартиру. И показывают шины, машины, которые сняты, брошены. Они бензином бледили, зажгли и прогорают дверь. Поймали. Но кто заказывает, по сей день не могут найти. Заказывают с другой конца страны. И везде одновременно начали гореть. У меня было такое дело. Прямо рядом был человек. Я просил выдергивать, они выдергивают. Сразу, видимо, постепенно оплавились. Милость Божья была дома. Мы не сгорели. Я не называю в каком городе было что, чтобы не очень остро было. Итак, добродетели показать рассудительность. Так это же священник. Священник, да. Он поспорил с женой. О чем не говорят. Он ничего лучше не придумал. Запереть, облить. Вместе с женой, с детьми, кажется, четверо детей сгорели. Но он, как говорят, окормлял воинскую часть. Над домом авиаторы пролетели, написали. Но когда стали разбирать, оказалось, дверь-то на крючке, когда пожар-то кончился-то, и увидели, что он запер, никого не выпустил. Да как курят. У нас специально бак бесел там в лагере стучать. Ну как, рында какая. В Корчиной. Пьяный. Сгорел. Он надулся, лопнул. И все. То есть от курева. У нас в Барнауле здесь знакомый был. Никто не идет. Мужик курил Бога, то другой. Товарищ пришел и сидел, курил. И загорелся гроб, и он вместе с Мерпесом. От папирос. Их статистику, посмотрите. Сколько пожаров от папирос. Вот я иду. Не где-то в одном селе. А вон фермер. И она выходит там, кто дочь-то. Плеснула. А тут везде трава сухая. Я иду, уже пылает. А тут трактора, тут комбайны. Вы что же делаете? Да как же так же, казалось. Не надо казаться, надо залить. Вывалил? Залей. Я сколько за это бибился, потеряю в кью? Бесполезно. Так там ты не щупай. Здесь вот мы валим не в бак, от которого загоралось не раз, а рядом с ним. А рядом там снег, там еще не будет. Значит, в добродетели покажите растудительность. По какой причине сгорел этот человек? Какой? Так а там смещенник сгорел? Я знаю это как. А кто был? У него посторонние были? Да, были. Приехал ее там, кум, сваткурила от этого. Надо узнать причину. А поэтому, если вот человек просит, а ему подали, то считай мне этот, Никон, кажется, его святое, он говорит так. Я помолился, и Господь показал. В это время, когда он подавал, сразу же в пригорченному дьяволу, в перисподне оказались наши средства. А почему? А почему? А рассудительности нету. К святым обращались, к Антонию, к Макарию, к Великим. Что главное? Что главное? Одни говорят молитва, другие говорят пост, третьи говорят добродетель. Что главное? И он сказал только, рассудительность. Самое главное. Дурака не научи молиться, лоб разобьет. Пословица-то откуда она идет? Вот у нас, как говорят, определенно. Не играй с огнем. Откуда эти пословицы? Кто немецкий язык знает? А у них наоборот. Маленький дентоп анденбанд. Не рисуйте чертиков на стене. Зачем это? А не играй. А сегодня вальпурговая ночь, и даже печенье продают, и сделали через тень всяких, они живут их. Не едят. Он внутрь заходит. И если не будем правильно рассудительность пользоваться, Бог от нас все может отнять. Мы не умеем этим пользоваться. И вы как считаете? Запросить. Какая причина? Мы подбабагали. А чего? Откадила. Откадила. Повесил туда. Сколько? Меня приглашает митрополит, не куда-то, а в Канаду. И в это время сообщает. Главный храм сгорел. А чего? Я приезжаю в Донской монастырь, говорит, только пожар потушили. А чего? Почему у баптистов не сгорел ни один молитвенный дом? А там ничего нет. Такое, чтобы жечь-то там можно. А здесь главная причина, тот батюшек. Он заходил, он не досмотрел, свечки не потушили. Донской монастырь горел. А там главный храм сгорел. А сколько этого было? Рассудительность покажите. Разобрать. Если увидим, что не по делу, а виноваты какие, не очень надо заботиться. Мы тушим другие пожары. Сегодня, нынче я приехал на два дня раньше. Тот дом-то не на фундаменте. Я пустил на квартиру однажды, а в углу руки моют. Ну полное ведро, что делать? А ничего не делается. Она все туда протянула. А потом села да уехала. Все там. И дом наклонился. И асфальт в одну сторону. У нас большие расходы еще здесь будут. И мы не обращаемся. Дом-то это не церковь. Хотя это одна и та же территория. Но я говорю о том, подумать надо. Я специально показывал, какие дети. Мы детей выщили так. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Лежит коробок. Не трогай, перепрыгни, приди старшему, скажи. Не рисуйте чертиков на стене. Они внутрь заходят. В 86-м году, в 85-м году, я был настоятелем в городе Тюкалинске, Омской области. До этого я там помогал строить храм. Там другой священник был, но я как строитель, владыка меня туда, я там его строил. Потом меня туда настоятелем назначили. И в 86-м году в Сретене отслужили мы, в воскресенье все ночные вечера отслужили. А ночью храм сгорел. Загорел деревянный храм был, стены только были кирпичные. И стропилы были металлические. Выгорело все, только одни стены остались. Разумеется, кто и что, как это. Потом только установили, что это был поджог. Официально установили, был поджог. Он загорелся от главного входа, где нет ничего, никаких лампад, ничего нет. Я когда пришел, уже начинал гореть алтарь, уже храм весь горит, тогда алтарь начал гореть. Было так. А тогда время такое было, что не то, что сегодня. Даже есть деньги, а еще материал не купишь. Да и денег-то откуда было, какой там доход. И мне присылали в то время, я нигде не обращался. А так, как-то между собой разошлось. Были старобрядческие батюшка, баптисты присылали. По тысяче, по полторы тысячи было, по две тысячи в то время. Представь, как эти деньги были. Это был 1986 год. И я с весны до осени приезжали мне помогать люди. Приезжали, по пять человек приезжали, и там батюшки присылали своих помощников, чтобы до осени мы его восстановили. Служба началась в храме до осени. Если бы кто-то разбирался, ага, ну-ка, что там сгорело, может батюшка там это кадило оставил? Тогда не надо это делать. Ну, тут, это город Тюкала, Тара, на севере Омской области. От Омска где-то 300 километров примерно. Городок небольшой, но он очень старинный. Там, говорят, была пересильная тюрьма. Когда на каторгу в Сибирь гнали, то там была тюрьма пересильная. Прежде чем объявить это, я позвонил. Сразу знаю, которые близко мне знакомые священники в этой епархии. Вот я говорю, так это? Да так. Действительно это так. Потому что сегодня много, да, аферистов. Могут даже те, которые воюют там, им там положено, ранили там, полы какие-то, то стараются как-то эти деньги забрать у них. Обмануть как-то там и прочее. Все это. Поэтому много таких. Поэтому приезжаю это. Я четверим только священникам позвонил. У нас, говорит, есть циркуляр по епархии. Обращается епископ. Обращается кем, чтобы помочь. Осталось ничего нету. Четверо детей было. Вот. Ты говорил там, на ключ что-то закрыл, на ключок. Ты об этом случае говоришь, что ли? Нет, это в газетах везде. А, в газетах было. Ну вот. Какие случаи? Пример приводи. Я не спрашивал, какое или что там загорелось. Или какая разница, от чего сгорел. Когда, если нет ничего сегодня. Ага, если там загорел, там забыл что-то оставить, тогда не надо. Живи на улице, человек. Да, разве так будем рассуждать мы? Это неправильно. Это и так рассуждать. Нужно рассуждать? Это вот подожи рассудительность. У нас подходят в церковь, помню тогда еще, в Покровском соборе сидят. Бабушки все кидают им. А уже когда после сухи выходит, он уже лежит, пьяный уже. А в шапку все равно бросают бабушки еще это. Таких слушаешь. Видишь, он вор, бездельник, не работает там, а ходит только... Да, и как к нам приехал, мессия пришел. Ну, так и вот там Андрей, молчу у нас Андрей, и то отчитал. Ходите, говорит, болтаетесь. У нас рубаха не просыхает, а вы такие здоровые лбы, говорит, шатаетесь по миру. Мессию, мы, говорит, приняли уже мессию. Это ехали, говорит, ты в Израиль, там они ждут мессию. Может, и тебя там примут. Здоровый мужичина такой. И вот, такой, понимаешь, что там нужно проявить рассудительность. А здесь, если бы тогда проявляли, у меня, а что, у тебя почему, батюшка, храм сгорел? Да никогда бы меня не восстановить было. А даже эти, которые, власть имеющая, уполномоченная, на меня подала, как бы даже, ну, не в сот, а такое, собрался в горы с полком, он вызывает, там, начальник милиции, начальник почты, там, налоговое и другие, что приходят мне переводы. Эти переводы, чтобы мне не отдавали, а кто-то бы получал их. То есть батюшка, как бы, обогащается на этом. Ну, а я все переводы, у меня все корички-то хранятся, я складываю, что покупал, это все есть. Начальник почты говорит, а я на каком основании это сделаю? Если будет доверенность, а без доверенности приходят на его имя, я другого имя не могу дать другому человеку. Ну и все, так вот. Такое было. Пожар – это страшное дело. Говорит, вор оставляет стены, а пожар не оставляет и стен даже. Я видел много пожаров, даже дома у меня был пожар. Матушка оставила грелку, грелась и грелка, оставила грелку. А я пришел на кухню, да сижу, там это, работа что-то, чай пью. Слушай, что-то трещит. Что такое трещит? Да что-то запахло. Оглянул, а там уже моя перегородка где-то, у меня пылает все, комната вся горит в огне. Слушай, все. Ну, успел я там воды, ведро взял, там плеснул, дым, а назад я упал, не могу назад дверь и выход найти. Ну, выпал, сейчас там прибежали, там затушили, и дальше не разгорелось. Только выгорел, там перегородка, там пол прогорел, в этой комнате. Кровать эта вся, диван сгорел. У всех. Ну, жестко. Сами восстановили, восстановили там уже без этого. Было. Разное бывает, конечно, бывает, что там был у нас пожар, потеряевки, сгорели там, приезжали у этих, у черстобитых, лошади горелые были, там коровы, свиньи, все погорело. А что там были, как гуляли, видать, кто-то вышел, папироску покурил, бросил окурок, и загорелось все. А я только в подстанниках выскочил, там через окна повыскакивали. Было такое. Горел дом, там был, у нас самый большой дом был, эти, где жили там, дом, крестовый дом, старинный дом. Мы пасем коровы, смотрим, черный дым поднимается, отец, это, дом горит, этого, Марченко, дом горит. Там раньше был, там купеческий, как бы дом такой. Ну и все, я побежал посмотреть, на что пришел, а куда там только соседние дома заливают водой, а этот уже не заливали даже, там невозможно было подступиться. Поэтому пожар, это ужасное дело. Не дай Бог никому, никогда, не приди распытать это. Но. Вот. Я узнал все, расспросил, так это так, тех священников, которых я знаю, которые меня знают. Вот. Так это так, четверо детей. От чего? Я не спрашивал, от чего загорелось. Вот. Потому что это ни к чему не бывает. Даже если что-то забыли, оставили, что сгорело. К себе каждый, приложи это. Дом живете, в прижи. Вы там встали, ты золо, вы себе, а? Загорелось что-то, сгорело, что? А в целой деревне выгорают даже. Что люди, где-то кто-то там поджег, за километр, а то здесь загорелось вся деревня. Что с лишним домов выгорело? Сторчат по каждой дне печи и трубы. Это неоднократно. Каждый год это бывает. Каждый год где-то леса горят и деревни, которые близко, деревни сгорают. По весне. Поэтому здесь это не обязательно. Я говорю, кто сомневается, можете в этом не участвовать, чтобы не согрешить вам. А это все, значит, собирает надежды. Надежды, когда будет собраться, когда мне позвонишь, я дам точный адрес, куда и как это сделать, перечислить. Вот. Еще я скажу, я видел ролик на днях, показывали мне. Ролик показал мне брат про мальчика Яшу. Был он в лагере. Мать с ним приехала, и мать с ним поправиться не может. Он матерью крутит как хочет. А ему там, наверное, три года. Примерно так. Года три-четыре там ему. А он матерью как хочет, так и это, как это, плачет. А что плачет он? Он требует свое. Ему что-то уже надо. Надо свое. Он требует. Ну, этот начальник лагеря взял. Давай, говорит, кружку, что-то с матерью, сидит что-то. Яшка, можешь поплакать? Ну, до этого уже с ним беседу провел. Можешь поплакать хоть сколько-то в кружку? Ну, давай. Он был веселый, лицо веселое. Тут же он начинает плачет прямо в кружку. Так нету слез-то. Говорит, что-то давай. А это уже, он уже сразу замолчал. Все. Ты смотришь еще. Да, смогу. Давай. И он опять начинает выкручивать такие эти. Ну, по стоячему плачет. Рев, ну, за стоячий. Прямо это обед. Ну, хватит. Все. Перестал, уже все, улыбается. Знаешь, какая? Артисты. Ну, где так с детьми? Он сегодня в три года, он так крутит отцом. Уже. А будет ему 13 лет. Да он будет, тогда отец будет уже, как говорится, не рад ничему будет на свете от него. Если он. У нас было 12 детей в семье. Двое маленьких убили. У нас 10 было. Если с каждым и так крутить. Простое дело. Привези кино в деревню, в колхоз. Будут показы там бесплатно для колхозников. В кино охота стоит. Охота. Мам, в кино пойдем. Она, ну, как отец. А отец спасет этот километр за три, за четыре от деревни. Мы бегом к отцу прибегали. Что, слушай, тядь, кино привезли там про Чапаева. Там это или другое что-то. Можно по нем? О, а отец говорит, ну, как мать. Все. Отпустили. Отпустили. А никто не сказал, иди. Мать сказала, как отец. До отца добежали, спросили. Мам, тядька отпустил. Все, идем в кино. Можно езжать в кино. А так нет. Мы не пойдем в кино. Бывало что-нибудь, ну, ребятишки, все равно что-то фулиганили. А что-нибудь это, мать там, ну, веником, на печем еще, она там ухватом ткнет там этой лопатой. Это не считалось, даже ни за что это было. А что-нибудь серьезно? Говорят, расскажу отцу. Вот здесь уже было, что расскажу отцу. И мам, что угодно сделала. Я ей картошки с пол достану, пол помою. И что угодно, только тядьке не говори. Тядьке не надо говорить. Отец редко, очень редко, но всегда метко это делал. Попадал. Попадал. Редко. Редко вмешивался воспитательно. Редко. Он зря никогда не поднимал руку. Но было так, что запомнишь на всю жизнь. Мне как было уже, мне прошло уже 70 лет, я помню, как вчера это было. Как вчера и хочется, так это посарапать. Поэтому над детьми не надо. Я думал сказать, что привести бы даже ролик этот показать бы им, Андрею Голловичу показать, как бы скинуть. Посмотрели бы, как. Да Лену он отправит. Да. Лена. Отправит. Это очень поучительное. Я посмотрел все равно он что сегодня слышал опять плачет. А с чего? Он требует свое. Давай мне то, что он и отец удовлетворяет. Это не любовь к сыну, это наоборот, это ненависть к сыну. Так не любят детей. Батюшка, с одной стороны, если он причастился, ну можно уже его покормить. Конечно. Ну а так он продолжает третить. Ну а почему нет? Взяли, причастился, покормили его тут же, ему дал какой-то, чтобы это все. Не то, что когда он что-то выкоморивает, как говорится, просит свое. Я помню, даже маленький еще грудной ребенок, мать покормила ее, он с ней лежит, там на кровати. У нас была одна кровать в доме, где отец, а мы на палатах на пешке спали. Всегда ее, на лавке там. Он что-то там капризничает, мать повернет ее раз-раз по заднице похлопает, там это, отвернует. Спи. И все. Она замолчала, спит. Грудной ребенок. А когда бы, мать, мать только вечером придет с работы, там в 9 часов с фермы, уже спать-то ложится в 12-м часу, а в 5 часов уже вставать надо идти опять коротой. Когда бы она там с нами была бы. Мне 8 лет было, все на мне было, уже Игнатий был в корси надел, там на мне все было. Валентина я полностью выничал, как говорится, был. Поэтому вот с ребятами как-то, Лен, ты поговори, чтобы как-то это... Нельзя, это я вот ничего не сделаю, что-то. Тем более, нужно, чтобы было согласие. Никогда, даже при детях, мы не слышали, чтобы отец с матерью, мать сказала, отец что-нибудь там, или отец сказала, мать, нет, ты не так вот, надо так. никогда этого не было, мы даже не знали, не слышали, что было какое-то. Даже в прошлом, я говорю, в кино, и то согласие такое, как отец, а он как мать. Вот это вот единение мужа с женой, оно должно быть всегда, и роль каждого поддерживает друг друга, не так, а так, ага, он будет один поддержан, она будет всегда к нему идти, значит, он идет поддержки, я же всегда будет, а тот уже не сможет с ним быть. Поэтому так. Ну, ко мне какие вопросы? Через неделю к нам? Да, через воскресенье. Никаких нет, тогда все, божественные, я сейчас уезжаю, там православная, говорит, выставка есть, заехать посмотреть, ярмарка православная. Завтра последний день. Да, завтра последний день. Посмотреть, чем там торгуют, что там, может быть, что-нибудь, чего у нас нет найти. Так, массиваться с этим, Надя, там смотрите, когда закончите, тогда мне позвонишь, сколько. Еще на следующей неделе, кто, может быть, не готов был сегодня, и пересчитаем, и вам сообщил. Если ты там объявишь где-то что-то, допустим, на телефон, на тебя там прислали, на свой телефон, на свой телефон, и тогда все. Вы только узнаете точные реквизиты, есть у него, сохранилась карточка, счет. Все, я все узнал, все узнал, я тебе потом все сообщу, как это. Не просто так, я сразу проверил, действительно это или так. Показали мне когда ролики, я сразу проверил, позвонил, позвонил в епархию, туда, священнику, одному, второму, третьему, четвертому позвонил, узнал как, да, так, говорит, мы вот объявили, митрополит, говорит, объявил это, чтобы просит помощь, осталось. Не просто так. Ну еще попутно к этому же вопросу о помощи. Позавчера брат Евгений, Янчук, попал в ДТП. ДТП? Да, ДТП попал, да, батюшка. Чья вина, пока это сложно сказать, но разбирательства будут, поэтому просьба, ну там неприятная, я могу рассказать. Неприятная, больше косметическая, как бы, но этот косметический, дорого стоит. Это совсем другое. Бампер, бампер и сау. Дело не в этом. Интересно, знаете, что, как определяет, кто виноват или не виноват. Вот представьте себе, он выезжает из-за двора, машины по своей колее идут медленно, его пропускают. А по встречке, по встречке, на встречку заехал товарищ и летел там, буквально. Он выезжает, смотрит с правой стороны, чтобы не было по встречке, как положено ему, нет, он посмотрел. А там-то не видно, но он тоже выгонул. Только высунулся, пролетел раз ему. Гришники говорят, он не виноват, может ехать, обгонять. Это странно, по встречке, обгонять. спорная ситуация. Это спорная ситуация, поэтому нужно молиться, чтобы Господь отвел от него вину, чтобы не на нем была вина. А если на нем вина, то ремонт за свой счет. Единственное, что да, выезжая из двора, он должен пропустить. У него-то просто ссорат его там. Не убедился в безопасности. А там как? Выйти, смотреть за килограмм. Если там встречка летит. А почему это? Ну так вот он. Кто-то и проехал, и не остановился. Нет, он остановился. Они все зафиксировали, все. Сейчас определяют, кто виновен. Да никто не виновен. Можно я объявление сделаю? Побегу. Сегодня Константин уезжает, он торопится обратно туда, на Дальний Восток, где вот он прожил почти 6 месяцев, доделывать вот эту работу. Они уезжают. Сейчас вот в обед автобус до Новосибирска, и вечером самолет на Дальний Восток. Помоги Господи. Сколько он там будет, уже теперь никто не заказывает. В прошлый раз, как показала практика, непонятные сроки, да, чтобы там все-таки уже поскорее все это закончилось, чтобы не было вот этих вот накладок, задержек, и чтобы все запустилось, ну, хотя бы с первого, со второго раза, и он уже его отпустили, акты подписали, потому что на него давление и оттуда, потому что они не доделали и начальство с этой стороны. Он даже прям едет. Да. И это начальство требует, почему вы так долго не делаете, то есть между двух огней, вот виновата во всем бригаду. То есть, а накладок очень много. Сейчас комаров зато нет. Да там не комары самое главное. Спасибо, Христос, за молитву. Ну, я в группе еще напишу. Все, мы поехали собираться, я вам повезу. Еще у кого есть слово? У меня есть слово. Я бы хотела всех, братья и сестры, поблагодарить за ваши горячие сердечные молитвы. Все у меня прошло очень удачно. Очень хороший врач сделал, врач года у меня, Павел Владимирович Андреев. Очень четкий, к нуждам пациентов. Люди там буквально живут на работе, потому что видишь их и днем, и ночью видишь, они все время там, я не знаю, когда они просто домой ходят, а у них дети. У меня две молитвы было к Господу, когда я туда ложилась, чтобы мне не кашлить после операции, потому что я лежала в палатах, когда раньше мне операции делали, где делали на щитовидку операции. Они страшно кашляли все. И Господь выполнил, я ни разу даже не кашлянула, не чихнула, не поперкнулась. И вторая молитва у меня была нашего благодетеля, чтобы не опозорить, потому что вы знаете, я такая языка стоит, ну такая, могу что-нибудь где-нибудь кляпну, что-нибудь не так сказать, повести себя или покопленичать. Ну вроде, слава Богу, прошло все благополучно. Люди принимали Слово Божие. Ну, как сказать, православные люди, у нас, я увидела, что верующих людей у нас практически в стране нет. У нас все отделение, первый пост баптистка была, Наташа. Вот это молитва у них, я вам скажу. Мы с ней молились по очереди. Она говорит, помолись ты, и потом помолюсь я. Я помолилась, поблагодарила Бога, там, ну, две минуты. Она молилась, десять минут, и она молится так. Папочка мой любимый, вот со своим, как я тебя благодарю, сколько ты мне сделал доброго. Она вот вся вот резаная, перерезаная, и даже ей забыли, как этот какой-то, она год с ним сходила, она говорит, это воля Божья, чтобы я пострадала. Вот настолько вот упование у них, но не признают креста. Вот она из какой-то глухой деревушки, они креста вообще не признают. И сколько я ей места писания, апостола Павла, все нет. Баптистка, раз креста не признают. Баптистка, но не признают крест. Они считают, что крест это путь твой, крестный, все. У креста свой, у тебя свой, больше никаких, никаких изображений, да. Но в молитве сильные. И она говорит, ты ее Бог от самоубийства спас, как она попала вообще. Удивительно. Она говорит, у меня муж, говорит, такой алкоголик был, и меня так страшно бил, она неверующая была. И я, говорит, думаю, сейчас напьюсь таблеток. И говорит, просто и умру. И, говорит, высыпала таблетки, и уже, и, говорит, слышу голос. Наташа, ты такая, говорит, любознательная, но рядом с тобой люди верующие живут. Ну, ты сходи, послушай обо мне, посмотри, ну, что тебя ждет. Ну, что-то у меня это. Она два, три раза она слышала. И на третий раз она это. И она пошла, говорит, я Евангелие взяла и прочитала. И, говорит, я поняла. Ну, такие вот верующие люди. Вот на все отделение она и я. Но баптистов люди не принимают православные. Ко мне отношение было лучше. Я вам скажу. Я только, принесли мне Евангелие, а там как раз перевязка. Я вышла вот так вот, подняла и говорю, по благословению Патриарха Евангелия бесплатно крупным шрифтом на русском языке кому дать? Все, руку? Мне, да еще не хватило. Думаю, еще подвезли что ли. Захожу в палаты, потом люди читают, вы понимаете. Ну, я им рассказывала, так старалась, общалась, ну, как могла. Ну, слава Богу, я всем очень довольна, всем низкий поклон, всем, да, слава Богу, потому что, если бы вовремя не помогли, у меня, оказывается, там нашли кое-что нехорошее, что могло бы и гости. Да, голос не потеряла, благодаря всех. Голос прежний, слава Богу. Еще у кого слова есть? Голос прежний, руки Якова. Дорогая наша сестра, выклинулась из поездки очередной, когда очередная поездка? На вторник, молимся, молимся, не забываем. Благодарю всех, занятия с детьми продолжаются, и с понедельника будет Ветхий Завет, продолжим у нас занятия со второй главы книги «Бытия». По нашему времени 8 часов 30 минут. Вечер? Вечер, да. Ну, потому что очень много нас в средней полосе у нас в Содружестве, людей все больше и больше становится. Слава Христу! Аллилуйя! Молодец! Все, молимся, да? Молиться? Завершать будем? Застойно есть всякого истину, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сомнения Серафим, безыстрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распорей, от беззакония, которое втанет, становит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебя, как должно, пусть покалятся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, извлеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву воззляния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед пересолом благодати Твоей. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его как зиждитель. Ты Господь всей вселенной, знающий все прежде бытия. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш гробских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими, исполни наша молитва о всех заповедавших нам молиться о них. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили, кто услышал о Тебе. Положи им на сердце хорошо запомнить, что примирение с Тобою возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Тебе Божья хвала, Тебе слава, Тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. И я чуть-чуть только добавлю одно. На этой неделе, как сообщили, заканчивается печатание нашего заказа к истинному православию. Оно будет в два раза толще. Это из Можайства под Москвой. Чтобы все было благополучно. И решили не машины везти. За машину в прошлом году, от которой у нас вышел первый трехтомник, за машину только груз привезти. 220 тысяч сейчас пришлось отдать. Поэтому я знаю, о чем говорю. Чтобы лишнее никуда не ушло. А теперь железнодорожным транспортом, а дорогой другие на машине приедут. Хотя, сколько-то оставить в одном городе, в другом. 5 тысяч экземпляров будет. И дальше сразу сейчас идет проверка на Слово Божие, нет усы. Ну, там небольшое. И вот во всех здесь книгах 1300 проповедей и 123 отдельных занятий. И уже предложение сделали. Все остальное убрать. А книга просто проповеди. Проповеди во свете Библии. Это вот сейчас книга у нас 752 страницы. Там, которая последняя стоит проповеди в стихах 880. Но это будет примерно 1200 страниц в каждой книге. И в 5 книг, чтобы вошло еще меньше книг, тем лучшее обойдет. Воззовите к Богу. Мы молимся. Но то, о чем говорили, где мы об этом молились. Вот она, Лена ушла. Ее не было. А мы с ней были. Батюшка спрашивает, как у Николая по льву. Она вышла, когда Надежду мы ее не узнали. Я не знаю, как. И Лена, я как будто чужой человек совсем. Я говорю, ты ее-то признаешь, он смеется. Ну, а потом Антонина Сиропкина как-то фамилия. Я намного книг у нее было. Она все в мешки сложила. Я занесли мы и отдал, куда надо. Сейчас четыре коробки, там одна, еще три. Это брат Михаил Петрович принес от Кубайкиной. Так я понял. Здесь надо будет распечатать, разложить, и кому что надо, возьмете. Вот все. Просьба о молитве. И не расходите, сейчас занятия будут. Трапеза и легкое, и занятия.